Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ. Меня зовут Гляхмедов Ренат, я из города Нижнекамск, на данный момент живу в городе Казани. Веду блог в социальных сетях Татар Малай. Отлично. Кто у вас в специальности? Где вы работаете вообще по жизни или блог это ваша основная сторона деятельности? Блог мой это мое хобби. Первое образование у меня получил в городе Нижнекамске, Московский гуманитарно-экономический институт. Учился я на юриста. Второе образование это банковская школа. На данный момент я работаю в Казани, Центр креативных технологий Луна. Это мое 13 место работы. Я начал работать с 17 лет. И в основном большой поток работы это был как раз во время учебы. То есть я там почти 5-6 работ поменял, но это было связано не с тем, что нестабильность, а зарабатывание просто денег. Хороших денег. Сколько вам сейчас лет? Мне 32 года будет в августе 22-го. Как пришла идея завести блог и вообще именно такой вот блог такого формата? Изначально я не планировал вести какой-то блог, не планировал стать блогером. У каждого, наверное, в моем возрасте есть любимая деревня. И мне хотелось показать свою любимую деревню в интернете, чтобы она стала известной. Так как у нас там нет интернета, то есть дорог, просто показать то, что есть такая глухая деревня, где все круто, где прошло мое детство. Там первый поцелуй, первые драки, то есть первые клубы, первые танцы. Соответственно, я хотел просто, чтобы был блог деревни. Начал вести группу, никто не подписывался, никому было неинтересно моя деревня. Потом переименовал уже в наш город, то есть там Нижнекамск, начал наш город позиционировать с хорошей стороны. В нашем городе, в принципе, тоже. В то время мало чего можно было фотографировать. Потом я начал глобально думать, начал переименовал на Татарстан, начал фотографии Татарстана выкладывать. Тоже медленно шла подписка. То есть видите, какая тенденция, не сразу это. Потом переименовал на Татар Камеди, начал просто татарский прикол выкладывать. И после этого, где-то, наверное, когда 9 тысяч подписчиков было, люди уже начали интересоваться, потому что я же как админ вел. Им стало интересно, кто же ты, расскажи о себе админ. Когда уже 10 тысяч стало, я сказал, вот это я, меня зовут Ренат. Все удивились, почему удивились. Все думали, что я девочка, потому что всегда были позитивные посты, всегда были там лайки взаимные, всегда были хорошие позитивные комментарии. Вот я говорю, нет, я не девочка, я мальчик. И после этого, когда уже где-то, наверное, 12-13 тысяч стало, я решил то, что если вдруг действительно я стану популярным, и плохо будет, если у меня там ассоциация будет там, кто это это, вот Ник Татар Камеди, что-то не то. И я уже думал-думал и переменовал на Тармалай. Вот такая ведь. Не сразу, я вообще об этом не думал, что стану блогером. Как там вы делаете, получается? С 21 декабря 2015 года. Вот такой, небольшой. Да, вообще небольшой. То есть тогда уже и блогеры были, тогда я и сам уже, ну, так скажем, немолодой. Все получилось спонтанно и такая, связанная, я думаю, связанная с любовью к деревню, с патриотизмом вообще к Татарстану. И вот то, что все позитив, позитив. Я люблю позитив. Раскручивали как-то свою страницу или постепенно все сами подписали? Постепенно сами все подписывались. Я знаю то, что есть различные серверы, да, но там надо давать свои пароли. А я человек такой, я боюсь, и, соответственно, думаю, вот я сейчас кому-то дам, там накрутят мне подписчиков, а потом бац, и пропадет мой пароль. С этим никогда не накручивал и всегда прошу людей не накручивать, потому что сейчас, если можно было, допустим, накручивать лайки, сейчас, когда ты выкладываешь видео, показывают просмотры. И, ну, сейчас, конечно, научились и просмотры просматривать, и когда, допустим, у тебя там 10 тысяч подписчиков и там 10 просмотров, это видно, что человек уже накрутил и уже, как бы, ну, понимаешь, ага, думаешь, ненастоящий. И если бы я накрутил подписчиков, в принципе, наверное, даже я бы здесь не сидел бы. Я был бы там, этот, ботовым блогером, который там такой крутой среди накрученных подписчиков. Я вам сейчас, да, скажу такой секрет. Ну, в принципе, не секрет, я секрет всем именно в интервью раскрываю. Мои подписчики любят, когда я отдыхаю в деревне, когда отдыхаю с родными, когда какой-то интересный материал простой, то есть не городская жизнь, а деревенская жизнь, да. Был большой поток, когда я снимал, приехал специально в деревню пасти коров, вот, специально, то есть я взял день с работы, да, но перед, то есть когда мы проснулись, надо было пасти коров, пошел снег. Пошел снег, и мне такие, ну, наверное, уже, не надо уже, последний день там как раз октябрь, начале ноября. Я говорю, нет уж как не надо, я специально приехал в деревню, чтобы пасти коров, чтобы это снять и показать подписчикам. В итоге мы пошли, пасти коров там, я начал снимать, снял ролик, очень интересный, прикольный, да. Как я его выложил, в течение двух дней почти что 600 человек подписались, это живых. То есть они, видите, когда какой-то такой вот ролик выкладываешь, он дает такой всплеск. И когда я уже вот интересуюсь, я говорю, ну, там, вопрос, допустим, задаю. Когда вы ко мне подписались, помните, и многие говорят после вот именно этого видео, когда я там пас коров зимой, видите, как это, ну, смешно, зимой. То есть люди делятся, отправляют, типа, чего он там зимой коров пасет. То есть именно такие видео дают большой импульс и распространяются. После уже начал, сделал большую серию, начал выкладывать в YouTube, правда, там мало подписчиков. Но уже большие паблики начал отправлять, чтобы, если им будет интересно, они выкладывали, соответственно, ну, такого не было, чтобы блогер снимал по-татарски, как он пасет коров зимой. То есть, вот видите, ну, таких много было видео. Вот сейчас еще один пример приведу, я просто, по сути, болтун. Пришел я к дедушке в деревню, уже в другую деревню, и тоже диалог, простой диалог, я говорю, как зовут Кос, он сказал название, я начал смеяться, все это записал, выложил. И тоже такой всплеск интересный, потому что там Маша, там Таня, такие названия, в общем, такие вот видео, они распространяются быстро-быстро. То есть такого просто нету, такого контента не было. Популярность еще, наверное, способствует вашей флешмобы, которую вы проводите? Да, совершенно верно. Один из таких больших толчков, это мой флешмоб Ярат Канжером, когда вот у меня как раз-таки было, когда я переминался на Татар Малай, я решил то, что надо сделать свой татарский флешмоб, потому что в то время было этот Харлем Шейк, люди танцевали, тоже всемирный флешмоб он стал, потом Айс Баскет начали, ну, это как раз-таки водой обливаться, да, я говорю, надо какой-то флешмоб, чтобы распространился. Думал я, советовался со всеми, с родителями, там, с бабушкой, с дедушкой, я говорю, как надо сделать так, чтобы объединить всех татар, чтобы они поддержали меня, именно в социальных сетях. Толком ничего мы не решили, вот давай это, 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 там, что-нибудь может готовить, что-то выкладывать. Я говорю, сложно, сложно. И у меня есть любимый певец, один из любимых певцов, это Элвин Грей. Значит, сижу, я, значит, видео смотрю его, и он там, и весь зал поет, там, одну песню, Ела Майяр Сума, весь зал поет, мне такие мурашки по телу, думаю, песни. Я запустил флешмоб Ярат Канжером, то есть, я не сам спел вначале, я просто написал то, что пойте, я буду укладывать, выкладывать у себя в Инстаграме. Тогда я был один из самых больших пабликов, ну, как бы, блогеров, вообще простых, то есть, не артист, никто, просто обычный парень, который готов выложить вашу песню с большой аудиторией. Народ начал петь, я выкладывал всех, то есть, хорошо он поет, плохо он поет, там много было критики, почему ты их выкладываешь, которые не умеют петь. Я говорю, основная цель-то какая флешмоб Ярат Канжером, независимости, как ты поешь. То есть, все же есть любимые песни, но он не умеет петь. Выкладывал, 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 после этого подхватило СМИ, там, первый телеканал взял интервью, первый радио взял интервью, после этого уже потихоньку, уже средства массовой информации начало интересоваться мной. И вот так вот тоже, как бы, именно в разделе СМИ я стал тоже популярным, таким известным, так скажем. То есть, вот Ярат Канжером флешмоб очень большой такой всплеск дал, именно как блогера, как человека, который там запустил что-то интересное. Если взять вот флешмоб Ярат Канжером, да, сейчас, на данный момент, больше пяти тысяч публикаций. Если вначале пели в Татарстане, потом начали петь татары, которые в России живут, начали петь, даже не начали петь, начали просто включать татарскую музыку где-то за границей, допустим, в Арабских Эмиратах едут. Он просто не может петь, он просто включал там салат Фатхаддиново, ехал, либо, допустим, проезжал какая-то крутая тачка, и там татарская музыка. То есть, все, что связано с музыкой, начали выкладывать, это вот прям распространилось. Люди едут отдыхать, допустим, в Париж, они возле Эфилию башни поют песню, там, куда-то в Египет, возле там пирамиды. То есть, в таких прикольных местах начали петь. И вот, ну, как бы, стало прикольно. Я начал их выкладывать, и, в общем, вот так вот все прям, цепочка понеслась. То есть, до сих пор выкладывают? Да, до сих пор выкладывают, до сих пор я уже отдельно аккаунт создал. Если вы вопрос об этом зададите, я вам расскажу. То есть, поток очень большой, я уже с ним не справляюсь. Я специально сделал другой аккаунт, где вот это все перенаправляю и туда-туда-туда. Постоянно поют, вот в день, знаете, 2-3, 2-3 песни поют люди. Сейчас какой формат у вас блога? Вы, может быть, тревел-блогинг по Татарстану, либо просто смешные ванки какие-то выкладываете? Есть какое-то определенное направление, которое вы видите? Да, есть определенное направление, именно направление как блогера. То есть, я рассказываю в своей жизни, где я ходил, что я делал, стараюсь снимать видео. Если раньше, допустим, я не думал об этом, то, что надо какие-то специальные татарские мероприятия ходить, теперь я специально планирую то, что надо, допустим, осветить это событие. Надо рассказать своим подписчикам, что есть там такое мероприятие, есть там Дни татарской молодежи, оказывается. Есть там где-то Вознакаево, допустим, гора Чатартау. То есть, я уже специально планирую, уже 70, сейчас уже, наверное, 80% жизни планирую под Инстаграм, чтобы рассказать. То есть, я уже понимаю, что я как СМИ. И, если, допустим, в один год, позапрошлый год я ездил тур по Татарстану и видео снял в Цвиярск, где там гольф. И многие были удивлены, что у нас есть, оказывается, такие крутые места, крутая площадка, как в Америке, где есть гольф, где играют. То есть, люди удивляются, люди смотрят. В основном, даже не путешествия, а просто как лайфстайл, то есть, жизнь, жизнь. Ну, не красивые картинки, а обычные. То есть, чем проще, тем лучше, народу ближе. Вы начинаете ознакомить с культурой татар, можно сказать, и с татарскими звездами, да? Часто с ними фотографируются, управляются. Да, дело в том, что у каждого обычного парня такая мечта, там, встретиться с популярными людьми, да? Некоторые, допустим, думают, что я там, ну, как мне думают, там, типа, ты популярный, там, у тебя больше подписчиков, чем у меня. А мне, наоборот, прикольнее с ним сфоткаться, потому что я с детства, там, уже, там, песни его слушал, там, как бы. И это уж просто для дружбы, для хайпа, для себя, просто к меня самому охота. Я сам первый подхожу, давайте, пожалуйста, сфоткаемся. Бывает, конечно, и когда ко мне подходит, но в основном я подхожу. Это просто жизнь, просто охота познакомиться. Много еще и артистов, с кем я не знаком, но хочется познакомиться. Вот сейчас вы, в основном, укладываете свои посты на татарском. На русском уже как-то пореже. А почему вот отсекается такой аудиторий большой русскоязычный? Дело в том, то, что я всегда, не всегда уж, вначале я вел на татарском языке, потом как-то задал вопрос своим подписчикам, я говорю, вы не против будете, если я, допустим, буду дублировать, что-то там, такие, нет, не надо, ты же татарский блогер. Ладно, я эту тему заставил, думаю, просто не буду это поднимать, просто молча буду дублировать. В том году я ездил в всемирный фестиваль студентов, да, много с кем познакомился, и начал уже реально переводить, писать на русском. Там неделю переводил, вторую неделю, третью неделю я забыл, четвертую неделю я забыл, и осталось на том, что если кто-то просит перевести, я с удовольствием перевожу. Просто порой вести блог – это очень тяжело, а тут еще и переводить отдельно. А когда ты, допустим, переводишь в двух-трех словах, мне пишут, ты же неправильно перевел. Я говорю, ну я смысл же передал. То есть хотят, что я прямо, если уж я перевожу, дословно переводить. Но это сложно. А так, если кто-то пишет, типа, ой, так прикольно, еще бы понять, что там сказано. Я с удовольствием перевожу. Понятно, что я отсекаю большую часть, но что поделаешь. Кто со мной, тот со мной. С подписчиками общались, на комментариях отвечаются, на сообщениях. Да, это, знаете, это один из успехов блогера, когда он общается со своими подписчиками, когда он всем отвечает. Я сам такой человек, который не любит оставлять сообщения без ответа. То есть, если, допустим, даже с девушкой общаешься, спокойной ночи, спокойной ночи. Пока, пока. То есть последнее сообщение должно быть почему-то за мной. Последнее сердечко, последнее это. Я думаю, это хорошая часть, ну, как бы хорошая положительная сторона моя. И всегда отвечаю подписчикам. Если даже они пишут просто привет, я просто сердечко поставлю, то, что, ну, понятно, я посмотрел, как бы оценил, привет. То есть это, я даже всем говорю, когда там какие-то мастер-классы, 50% успеха – это общение с подписчиками, потому что земля круглая. Сколько среднего влияет вашему зрителю? Кто в основном молодая, кто ли вас смотрит или наоборот? Смотрит, в принципе, там от 17 до 50 лет, да. Основная аудитория – это 24-34 категории, да, вот возраста. Но есть такие, которые, допустим, старшие ставят лайки, молодежь не ставит лайки, старшие комментируют, молодежь, когда что-то им не нравится, комментирует. То есть вот такое есть. В основном, не пожилые уж, взрослые люди комментируют, общаются, пишут, знаете, не просто там, допустим, лайк какой-то, а полноценный какой-то комментарий, там какая-то конструктивная критика, которую ты читаешь, начинаешь там уже переписываться. То есть там один вопрос, переходит там целый диалог. Но в основном это там, ну, больше 30, потому что у меня там мало, так скажем, юмора. В основном это воспоминания, которые люди читают. Ой, там я там окунулся в воспоминания, мне так приятно. То есть я работаю на них больше, потому что это рабочие, рабочие такой этот, рабочие мои друзья. А если вы из региона смотрите, большинство подписчиков, при этом вы из Татарстана. Да. А есть какие-то другие страны, может быть, регионы российские? Вообще, основная цель, после того, как я вот говорил же, про деревню, там популяризацию деревни, потом, как бы, каждый раз цели менялись. Допустим, популяризация родного языка в интернете, то есть татарского языка, да, то есть я начал этим заниматься. Я начал помогать новым татарским блогерам, которые что-то пытаются, и у них нет площадки, а есть площадка у меня. Я начал их выкладывать, да. Что касается вашего вопроса, в связи с этим, вообще, то есть не только Татарстан, есть там с Астрахани, я со всеми общаюсь, я всем отвечаю, они вообще везде. Пишут там с Ирана, там с Сирии, не Сири уж. В общем, со всех пишут регионов, с Америки, я там пять лет назад переехала. Помню, девушка написала из Баку, женщина. Я ездил в Мамадышский район, снял Мамадыш, она такая, ой, я говорю, там не было 15 лет, так приятно посмотреть. То есть вообще весь мир, весь мир, то есть цель моя – это объединение всех татар мира у себя на странице. Может, приглашают кто-нибудь за рубеж? Приглашают. Приглашают и за рубеж, и я даже стараюсь ездить. Я, допустим, в том году специально поехал в Сабантуй, Новую Лизань, то есть это татарская деревня в Пензе, специально поехал по приглашению. Вообще стараюсь ездить. В этом году, надеюсь, пойду в Астрахань, тоже ребята позвали, да? Это я с ним познакомился в дни татарской молодежи. Вообще много куда зовут, много куда хочу, и это приятно, когда тебя все зовут, ты всех знаешь, со всеми хорошо общаешься, помогаешь им, они тебе помогают, потому что ни для кого не секрет, многие, те, которые живут, допустим, которые родились не в татарстане, они плохо разговаривают на татарском языке, но у них есть стремление изучать татарский язык, они смотрят меня, пытаются что-то сами делать интересное татарское, они пишут там «Салям, Ренат», то есть они вот, начиная даже, допустим, когда мы знакомимся, пару фраз на татарском, но потом извиняются, что плохо говорят, но все равно пытаются что-то делать, из-за этого есть желание, но пока у меня есть официальная работа, из-за этого пока не получается. Вообще желание бешеное. А работу не хотите оставить, а всего этого посвятить только своего блога? Вот смотрите, когда я создавал свой блог, у меня не было цели зарабатывать деньги, да? Сейчас ни для кого не секрет, я потихоньку зарабатываю, потому что в этом году будет у меня свадьба, и надо копить на свадьбу, у меня еще ипотека, в связи с этим как бы я, не то чтобы превратил, но в месяц один, два, там три рекламы я оставлю. Работу я никак не брошу, потому что мне придется полностью переквалифицировать свою страницу, ну такую рекламную, да, страницу, и так как цели изначально не было зарабатывать, из-за этого я не ставлю такие цели, и работать с это точно не брошу, потому что надо работать, потому что что мне на пенсии, кто мне будет платить пенсию? Блог что ли там? Ну то есть надо, официальную работу нужна она, всегда нужна, всем нужна, пенсионное числение, чтобы налоги платить. Как получилось, что вас знал президент Республики Тарстан? 22 мая в прошлом году мы с ним встретились в штабе, это креативное пространство, в штаб, да, когда я заводил только блог, у всех есть свои мечты, у меня была мечта, чтобы он ко мне подписался, мы с ним были знакомы, чтобы я стал известным, ого-го, я такой, в общем в мае мы с ним познакомились, когда я был в Нижнекамске, мы проводили инстамиты, инстамиты это где встречаются блогеры, инстаграмеры, которые любят инстаграм, которые хотят там показать красоту через инстаграм людям, мы ездили там в Альметьевск, в Булгары, в Елабугу, то есть показывали красивые места вот с обычных людей, с нашей стороны, да, и я приехал сюда в Казань, начал работать, и тут тоже проводили инстамиты, я в них участвовал, нас позвали рассказать об этих инстамитах, сколько людей приходили, какие блогеры приезжали, и сказали, если что, если вдруг захочешь, не захочешь даже, возможно, тебе дадим слово, что-нибудь скажешь, татарский блогер же, все, я тут, я не готовился к встрече, но не готовился к встрече в тот день, но я готовился к встрече с самого начала, когда я только завел блог, то, что если вдруг я встречусь, что я ему скажу, вот мы с ним встретились, я представился, я говорю, если вот, меня зовут Ренат, мембранниче татар, блогер, сейчас уж по-русски начну говорить, я говорю, если вы ко мне подпишетесь, вам будет интересно, почему интересно, потому что на своей странице я рассказываю свои деревни, своих родных, вообще свои жизни, какие мероприятия татарские проводятся, я говорю, допустим, вы говорите, вот недавно были в Астрахани на Сабантуй, у меня там есть друзья, я попросил их снять ролик, специально для моего блога, они сняли, привет передали с Астрахани, там Астрахани татары, круто, то есть я выложил у себя, подписчики узнали, что вот в Астрахани такой крутой Сабантуй, он такой замечательный, а где, говорю, у тебя деревня, я говорю, мама там в Мадырском районе, у папы в Нижнекамском, он замечательно, а сколько у тебя подписчиков, и как раз тогда у меня цифра была 50 тысяч, то есть такая красивая цифра, где 50 тысяч подписчиков, он такой, прикольно, а кто, говорит, еще есть помимо тебя, я тут начал думать, такой, группа была Казык Мазык, она и сейчас есть, которая, там как паблик ведется, потом была Дбраво, которая снимает Вайны, то есть мы с ними хорошо общаемся, знакомые, я им в свое время помогал, и мы друг другу помогаем, он такой, и все? Я говорю, ну да, и все, он такой, ну как найди свою страницу, берет, дает мне свой телефон, я нахожу, подписываюсь сам, ну так рефлекторно нажимаю, я отдаю ему телефон, и все, после этого там попрощались, хотели, все, он уже отходит, я такой, какой уже, я говорю, блогер, если мы не сделаем селфи, можно же с вами селфи сделать, все, мы сделали селфи, он такой, а давайте на мой телефон тоже, дал свой телефон, сфотографировали, и сразу же выложил, и вот моя мечта, 22 мая исполнилась, вот такая вот, то есть, я с ним разговариваю, буквально минуту, то есть, я должен ему за минуту его просто заинтересовать, что мне помогло, родной язык, то есть, понимание, что раз, 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 я еще простой человек, вот из-за этого, то есть, буквально минуту разговора, заинтересовал, он подписался, он до сих пор на вас подписан, лайк, комментирует, да, знаете, прошло полгода, как он первый раз лайкнул, то есть, я заходил в сторис, смотрел то, что он видит сторис, там высвечивается, да, Руслан Горисович Меньхан, смотрит сторис, да, все классно, но лайки никогда не ставил, и получается, май, июнь, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, в ноябре он поставил первый раз лайк, и то я это сразу не заметил, потому что большое количество лайков, мне пишут, там, типа, вот, поставил, оказывается, там, ну, видно, вот такого, нифига себе, смотрю, какой пост, пост, где бабушка и дедушка, где я приезжаю год назад к ним в деревню, и они в деревню, они приезжают на Новый год к нам в город, я в костюме Деда Мороза их встречаю, и в ней взял интервью, так, поставил камеру, такие смотрят, и увидят себя, потому что внешнюю камеру я включил, и говорят то, что, ой, спасибо, сын, ну, сын, сын уже говорит, улон, за то, что приехал, увидел, как бы, когда мы живые, снял нас, возможно, это будет воспоминание для вас, то есть, такое прикольное, приятное сообщение было, поздравил всех с Новым годом, с наступающим, я это выложил, первый лайк, вот, как раз за это видео я получил, так как награду говорю, то есть, просто, многие спрашивают, подписался, подписался, составит лайки, нет, не ставит, ну, все, а тут, видите, ставит, 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 то есть, он 3-4 раза уже поставил лайки. Отлично. На улице вас узнают, фотографируются сами? Да, на улице узнают, первый раз меня узнали, как раз таки, вот на этом пересечении, когда я шел с работы, это 2016 год, летом, меня узнали, я не знал, что делать, я не знал, что с ними разговаривать, там, вот, вы там, Ренат, Татар Малай, да, там, здравствуйте, сямис, все, буквально 2-3 минуты, селфи сделали, и все разошлись, я такой думаю, думаю, Ренат, надо исправляться, в таких ситуациях, надо что-то придумать, потому что, я межуюсь, там, они тоже такие стесняются, и мы тут такие два стоим, и не знаем, что сказать, и после этого я всегда, когда меня кто-то узнает, во-первых, я здороваюсь, потому что ко мне подходят так, как будто друган братан, а это, привет, то есть, я-то их не знаю, они все по меня знают, я их не знаю, я познакомлюсь, спрашиваю, откуда он, когда на меня подписался, там, что мне, что нравится, что не нравится на странице, то есть, пытаюсь как бы сам разговор начать, сам спросить, то есть, вот, узнает, знаете, в торговый центр приду, три человека узнает, пять человек напишет, мы тебя видели в Меге, то есть, я уже привык, это прикольно. Кто узнает именно? Это в основном молодежь, в основном подходят девушки, парни, что-то стесняются, потом только пишут, там, братан, или со спины сфоткают, я говорю, почему что, говорю, не подошел, там, постеснялся, я говорю, ну, не надо стесняться. Негатив какой-то есть у вас в комментариях, может быть, или в жизни, как-то наблюдаете? Хейтеры, негатив, негатив, во-первых, он всегда есть, негатив он нужен, всегда хорошим тоже плохо быть, негатив в основном, знаете, допустим, когда что-то, какая-то, какой-то, знаете, какой-то, даже не флешмоб, потому что помните, про Маян мы рассказывали, где мусульман, там, принижали, вот это все, и все начали выкладывать, там, красную руку, почему, Рина, ты не выкладываешь, ты что, не мусульманин, то есть, вот такая критика, я полез в интернет, начал читать про эту Маян, но, оказывается, там уже, до того, как этот флешмоб появился, там уже 12 лет их ущемляет, то есть, это глобальная проблема, и моим одним репостом это никак не изменится, это раз, во-вторых, я объясняю, то, что у меня только позитивная страница, нету негатива, нет там никаких происшествий, там, политики нет, из-за этого я, вот, негатив только в этом, почему-то не участвовал, почему-то не выложил, и так далее, и так далее, это вот не только, это один из примеров, много негатива, бывает, негатив был, когда у меня есть такая коронная фраза, «ду сларам матур ларам», которая по всему, прям, по всей, там, не знаю, татарской сети, тоже распространилась, и вначале парни уж говорили, что за «ду сларам матур ларам», что за какой-то не пацановское слово, такой «ду сларам матур ларам», потом я начал уже расшифровывать, то есть я, допустим, я гопник, да, то есть я жил с друзьям, с пацанами, в нашем кругу никогда не было девочек, почему-то сейчас модно, что там встречается с девочкой, даже молодой, у нас не было, мы собирались в пять машин, стояли, включали музыку, там, кто-то пил пиво, кто-то семечки грыз, и мы болтали, не было друзей, ребятам, а надо было как-то выделить именно в социальном сети девушек, вот и «ду сларам» для парней, матур ларам для девочек, вот и появился «ду сларам матур ларам», сейчас уже все привыкли, сейчас даже в обиходе это есть, все говорят об этом, ну это уже прикольно, то есть негатив только такой, ну бывает негатив такой уж, это как просто хейтеры, что-то там допустим, что-то им не нравится, какая-то неконструктивная критика, я сразу их блокирую, сразу их удаляю, я себе какой-то мат, а если конструктивная критика, то оставляю, что-то даже отвечу, мне даже что-то ответит, потом там мои защитники ему что-то ответят, то есть даже прикольно читать, так что это нормально. Фан-клуб есть? Фан-клуб, ну моя группа сама уж фан-клуб, то есть я порой даже, мама пишет, удали, допустим, у моей девушки, допустим, такой же нос, как у меня, то есть такой длинный, с таким бугорком, такой греческий нос, и там пишет, о, там озон барон, там армянка, грузинка, я говорю, пускай стоит, то есть в принципе, это же не мат, а я еще какую-то мат, просто мама пишет, удали, там про нее плохо написали, я говорю, нормально все. А вот про рекламу вы говорили, что вы бываете в месяц, там выкладываете, да, сколько за рекламу предлагают? Сколько за рекламу, во-первых, когда я начал рекламу выкладывать, это было после того, как я год вел страницу, да, я каждый вопрос обсуждаю со своими подписчиками, я написал, помню в прошлом году, как раз в январе, я написал, я начал связаться с девушкой, я написал, думаю, а денег сейчас уже будет не хватать, надо зарабатывать, я говорю, вы не против, если будет реклама? Все такие, нет, ты стараешься для нас, почему бы и нет? Все, я начал выкладывать рекламу, тогда я брал тысячу рублей, первая реклама, делал это кафе Тюбетей, сделал я ее нативно, то есть я не просто там этот, приходите в Тюбетей, супер шпишмаки, я позвонил им, сказал, то, что я приду как ревизор, то есть за день, даже не за день, в этот день я сказал, я приду там, ну университетскую, допустим, все, я туда пришел, я снял просто изнутри, вот буквально минутный ролик, снял, выложил, вот это первый мой заработок был, тысяча рублей, вот предложение уйма, предложение всякие бывают, там вплоть до, там допустим, ну Курбан-Байрон, там барашка там продать надо, там когда огороды там этот, травить там этот, ну Дарулар там какие-то там эти, то есть травить жуков, то есть все, все через меня хотят продать, квартиры продать, машины продать, прям вообще все, но я все фильтрую, там если в день допустим, не в день уж, в месяц, пускай будет 100 допустим предложений, ну 2-3 я выбираю таких интересных для меня, бывает некоторый раз приходится выбирать там, где хорошо предложат, вот если уж допустим вам интересны цифры, я никого никогда не скрываю это, после допустим я сейчас выкладываю за 5000 рублей, то есть я сам монтирую, сам стараюсь даже сам приходить, то есть не просто там где-то издалека, прийти, посмотреть, сделать, снять, отредактировать и выложить, и в сторис 1000 рублей, я это даже писал посты, то что я собираю на свадьбу, ничего в этом плохого нет, то есть я надеюсь, когда я соберу, когда свадьба пройдет, я скажу, ребят, вот я заработал на там столько-то, столько-то там, это там помогло окупить свадьбу, там на 50 процентов допустим, то есть это не хвастовство, это просто жизнь, раз уж я открытый, почему бы я все пишу, все рассказываю, людям это нравится, а? Налоги не приходится платить, потому что я не ИП, как-то с налогиками я разговаривал, они сказали, еще, наверное, не скоро мы сможем как-то это вас, это, да, взять, да, в принципе, надо будет, будем платить, легко. Про девушку хозяин, спасибо, два скоро свадьба, с Нилой, как вы знакомились, она же тоже какая-то из ваших подписчиков, да, мы с ней познакомились 27 января в прошлом году, был год, как мы с ней знакомы, мы познакомились на Тарской дискотеке, в Корстоне, да, в Жужу-Баре, там Ильна Софиулин проводит крутые вечеринки, в общем, позвал нас на дискотеку, ко мне приехал брат с Нижнекамской, я позвал всех друзей, как бы, тут мы танцуем, все весело, издалека смотрит, какая девушка такая симпатичная, высокая, красивая, да, смотрит издалека, смотрит, смотрит в нашу сторону, смотрит, смотрит, а как раз Ильна Софиулин представил, я так стесняюсь, там, у нас дискотеки-то Тармала, я там, все там, все узнали, все смотрят, ты сидишь, стесняешься, я сам тоже человек, такой, как бы, как говорят, непопулярный, типа, общественный, ну, я всегда, даже если куда-то прихожу, там, и пропал, то есть, соответственно, я ее увидел, все там, какой-то медляк начался, она подошла, сфотографировалась, а у нее, как бы, там, телефон чуть похуже был моего, я говорю, давай, я через свой сниму, напишешь мне, я тебе отправлю фотографии, все, после этого, мы с ней познакомились, начали встречаться, вот уже год как встречаемся, и нам в этом году будет свадьба, то есть, все легко и просто, пришла салфануться, вот и салфанулись на всю жизнь. Подписчицы отреагировали на то, что у вас появилась девушка, вот то, что вы собираетесь жениться, может быть, как-то расстроились некоторые? Ну, мне многие говорили то, типа, многие в шоу-бизнесе не выкладывают своих девушек, чтобы не отпугнуть поклонниц, там, певцы, как бы, в основном, они сами фоткаются без своих девушек. Я ровно 10 месяцев не показывал свою девушку, всегда сфотографировался со спины, многие там думали то, что это, типа, просто там этот, специально, типа, думают то, что у Рината есть девушка, все думали, что это разные девушки, прикалывались, типа, ты, наверное, с разными девушками фоткаешься, пока, типа, 100% не решишь, потом уже выложишь ее, вот. Отписок не было, были только, только позитивные комментарии, это даже чувствуется, как бы, как вот свою работу, как свой пост оценить, соответственно, по лайкам, и по комментариям. Если я один сфотографируюсь, там, допустим, 2000-3000 лайков, если я девушкой сфотографируюсь, это 5000 лайков, это куча комментариев, какие вы красивые, будьте счастливы, то есть, соответственно, я думаю, ну, это показатель того, что это, наоборот, в плюс. Даже когда какой-то рекламный пост, я даже, девушке говорю, я говорю, давай вместе сфотографируемся, чтобы, говорю, рекламодатель был доволен, то, что большое количество просмотров, то, что большое количество отдача, то есть, из-за этого даже появился какая-то реклама косметики, ну, как бы все для нее, то есть, вот. Она поддерживает вашу, как раз, да, она поддерживает, поддерживает, как, комментарием, там, да, прикольно, там, да, лучше вот это не надо делать, то есть, если раньше, допустим, как бы, и раньше, и сейчас мама помогает мне, там, как секретарь, ты тут ошибся, лучше это не надо, эту тему не поднимай, сейчас, сейчас с девушкой так же общаемся, то есть, она как советчик, советчик со стороны, я же со стороны парня все смотрю, я говорю, а как ты думаешь, это фотка девушке понравится или это, она говорит, вот это, я говорю, вот давай ты до этого укладываю, то есть, это нормально, потому что я же уже, я же в инстаграме, я должен со всех сторон уже смотреть, мама со стороны взрослых, моя девушка со стороны, там, девочек молодых, я со стороны парней. Сама она не блогер, не ведет? Сама она не блогер, не ведет, она очень стеснительный человек, да если бы наверное захотела бы она бы сказал бы изначально давай меня тоже выкладывай давай там у меня ну не такая она простая обычная и повторить эти 10 месяцев это не моя прерогатива то что давай со спины фоткаться просто она не хотела фоткаться чтобы показать себя многие думали ты наверное не любишь из-за этого у себя даже страницы не выкладываешь я говорю нет конечно люблю и после этого вот все отлично то есть постоянно выкладывайся нормально да я вообще постоянно чуть ли не каждый там каждый три месяца выкладываю раньше я весил 103 килограмма перед приездом в казани похудел на 30 килограммов да сейчас я живу часть получается уже третий год будет в декабре два года за два года я набрал почти что 15 килограммов всем я говорю то что это специально для моего глобального проекта вчера этот глобальный проект начал то есть я планирую за месяц похудеть там количество не сказал на сколько похуде просто чтобы это было как бы чтобы это видно было на лицо я говорю за это я не буду бриться игру стричься и таки на специально чтобы на лицо понятно больше и побрести постригусь будет на лицо что я там изменился вот то есть вообще всегда стараюсь людям мотивировать собой мотивировать показывать то что реально я был очень крупный это что возможно похудеть да многие говорят десятый раз у там сотый раз уже начинаешь ничего не получится то есть вот надеюсь это уже будет такая . и уже где меня будут знать только не только там татар мало который видит блок на тарском языке который там объединился татар путем флешмоба но еще человек который там смотивировал людей и они там похудели реально круто то есть вот надеюсь это будет . где не потом я уже не спущусь и не буду опять таким по мне просто не видно но вот когда вот все там не видно а когда ты раздеваешься бык все вылезла по бокам еще и живот до конкретно худеек свадьбе потому что не знаю кто меня будет смотреть они наверно меня поймут кто такой крупненький да и кто похудел когда ты раньше все все мы любим красиво одеваться даже парни любят красиво одеваться они лгут то что нет и по нам без разницы то есть мы все мы любим одеваться приходишь ты какой-то крутой там магазин одежды выбираешь себе одежду все приходишь в примерочную не лезет не лезет не лезет не лезет не лезет давайте что есть все тебе дают то что тебе резет но это тебе нравится но это тебе лезет все ты одеваешь и уходишь а когда ты похудеешь когда ты становишься таким классным ты просто берешь лезет и ты просто там уже еще больше увереннее себя чувствуешь это такой кайф когда там одежда та который тебе нравится влезает в тебя это просто такой маленький пример но это круто из-за этого как у вас вопрос был еще с этим связано да да к свадьбе худе и вода то есть у меня есть три пиджака где был 103 килограмма где там стало 85 и где был 73 все извините сейчас него не влезая сейчас влезаю в этот пиджак но хочется уже другой пиджак где вот такой уже красивый крутой своя стратегия нужна дело в том то что изначально ты как личность никому не интересен если там ты что там не мажор у тебя нет денег на рекламу ты там не знаешь популярных людей ты нигде не светишься многие грамотно начинает пообщавшись со мной то есть мой пример это я завел паблик большое количество подписчиков и уже сам как личность начал что-то монтировать начал что-то выкладывать начал что-то куда-то ездить то есть изначально если ты обычный человек как я который там родители работают на заводе ты там всю жизнь работал 17 лет да там завести какой-то интересный паблик или с ним начать снимать войны только качественные то есть 7 ты один крутой как качественный вайн там на имя оператора там интересный сюжет пускай будет минутный там 30 секундный выложу один раз в неделю но если он хайповый он прикольный он реально распространится специально когда русам горячим я спросил кто помимо тебя есть я же сказал блат барок из окна после этого я создал группу татар суперстар сейчас на данный момент за один год там подписался уже 42 тысячи подписчиков до эта площадка я называю площадка для новых там блогеров татарских кто что-то пытается даже не только вайнеров вообще блогеров то что-то пытается татарской сделать я их с удовольствием выкладываю много примеров когда допустим я там и нас кого-то выкладывали они становились популярными сейчас как блогеры там у них по 22 тысячи подписчиков до много было ситуации когда там по моей там консультации люди реально видно было что не росли там даже больше меня уже стали да допустим то есть просто надо то есть просто сейчас допустим я пытаюсь их заполонить чтобы они были чтобы как бы то есть вообще у нас еще мало нас очень мало именно татарских блогеров и это сеть прям каждый может стать блогером крутым если что-то прикольно сделать и даже если попросить совет с удовольствием помогу расскажу так что возможности полно да каждый год я ставился какие-то планы допустим вот как этот правительством год экологии год там спорта да то есть я у меня всегда там год допустим все рина 2017 год ты посвящаешь там найти девушку и там и вести блог то есть ты вот просто реально работаешь там ты все свои свободное время посещаешь блогу ты куда-то ездишь ты что-то делаешь все окей это был 2017 год 2016 год был там связан тоже с блогом опять-таки сейчас 2018 год это соответственно свадьба это семья это зарабатывание денег чтобы это было не в ущерб моему блогу да хочется оставаться народным блогером то есть народные артисты да есть просто там шоу-бизнес а хочется там быть реально народным блогером то есть пока это в основном это семья 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 деньги ипотека то есть пока вот тут не в обиду моим подписчикам как блог также я веду но пока связаны там больше я вот даже если последние посты замечаете в деревне и то есть все пока такое то есть все домашнее семейное без никаких куда там крутых каких-то поездок то есть пока это семья надеюсь так и будет до конца детей с их буду снимать полная и достоверная информация о республике татарстан информационное агентство татар информ